В первые из трёх дней командно-штабных учений экстренные службы нашего города отрабатывали три легенды. Одна из опасностей – это взрыв цистерны с хлором на территории железнодорожной станции в результате террористической диверсии. Что интересно, задания для отработки навыков взяты из реальной жизни. Все службы спасения на готове вдоль здания элеватора выстроились машины скорой помощи. Участие в учениях приняли пожарные подразделения, службы жизнеобеспечения, поисково-спасательные отряды Берска и Скитима. Сотрудники Дорожной клинической больницы рассказали об опасности отравления хлором и о необходимых мерах борьбы с заражением. По сути дела мы имеем химический ожог соляной кислотой. Разделяет несколько степеней – легкие, средние, тяжелые, молниеносные. Первая помощь – это обработка слизистых, промывание водой, содой, слабым раствором. И оказание помощи на поддержание проходимости дыхательных путей. Машины скорой полностью укомплектованы и готовы к оказанию экстренной медицинской помощи. Среди всех необходимых приборов и препаратов – дефибрилляторы, аппараты мониторинга для измерения давления и пульса и наборы для специализированной реанимационной помощи. Все сотрудники находятся в полной готовности. Учения стартовали. Возле цистерны элеватора с высокой скоростью распространяется дым. Первые жертвы отравления хлором беспомощно лежат на земле. Сотрудники МЧС в защитных костюмах спасают пострадавших и выносят их с зараженной территории. Пожарные приступили к ликвидации несколькими способами. Вся зараженная площадь и цистерна поливались напорами воды и пеной. В то же самое время пострадавшим оказывалась помощь. Все они выжили, а утечка хлора была ликвидирована. Следующий ЧАЭС мы будем отрабатывать на котельной. Взрыв котла – это будут условия, приближенные к зиме. Ситуация абсолютно реальная. На территории Берска, я знаю, был случай взрыва котла на котельной веге. Третья водная – это будет взрыв газа в многоквартирном жилом доме пострадавших. В последующие два дня сотрудники экстренных служб проведут тренировочные занятия и подведут итоги учений.